Всем доброго дня! Весна уже на пороге и в сегодняшнем выпуске мы коротко поговорим про самое главное и важное изменение в марте в Германии. Посмотрим, какие нововведения грядут. С 1 марта в Германии вступает в силу тормоз цен на газ и электричество. Это означает, что будет установлена предельная цена, которая поможет потребителям справиться с очень высокими тарифами. Таким образом, для частных домохозяйств малого и среднего бизнеса с годовым потреблением менее полтора миллиона киловатт-часов будет установлена предельная цена на газ в размере 12 центов за киловатт-час. Для централизованного теплоснабжения 9,5 центов за киловатт-час. Ограничения цен будут также действовать и на электроэнергию и составят 40 центов за киловатт-час. Но обратите внимание, что эти сниженные цены на газ и электроэнергию будут действовать только для 80% общего потребления, а за 20% необходимо будет заплатить по полной стоимости согласно тарифам вашего поставщика. Таким образом, по мнению правительства, у частных домохозяйств и бизнеса будет мотивация экономить тепло и электроэнергию. То есть, по факту, больше всего выиграет тот, кто будет меньше потреблять в годовом исчислении. Важно отметить, что несмотря на то, что тормоз цен на газ и электроэнергию вступает в силу только с марта, но он будет действовать задним числом, то есть на январь и февраль. Но эти компенсационные выплаты будут рассчитываться и выплачиваться только в марте. Если мониторить актуальную ситуацию с тарифами в Германии, то можно заметить, что у некоторых поставщиков эти тарифы снизились для новых клиентов. То есть, если вы заключаете новый договор с поставщиком. И они составляют на данный момент в некоторых случаях даже ниже предельных цен, то есть ниже чем 40 центов за киловатт-час для электроэнергии и ниже чем 12 центов за киловатт-час для газа. То есть, вы можете рассмотреть для себя возможность, например, заключить новый договор. То есть, по факту, можно воспользоваться существующими онлайн-ресурсами для сравнения тарифов на газ и электроэнергию и посмотреть, какие на данный момент тарифы предлагают поставщики и сравнить с тем, что вы имеете сейчас. И, возможно, есть смысл заключить новый договор по сниженным тарифам. Потому что, как мы уже сказали, компенсация от государства, то есть торможение цен на газ и электричество, будут рассчитываться и применяться только к 80 процентам вашего годового потребления, а за 20 процентов придется платить по полной стоимости. Поэтому здесь имеет смысл посчитать, посмотреть, что для вас в конкретном случае будет выгоднее. Если вы отапливаете свое жилье другими видами топлива, например, такие как мазут, дрова, уголь, сжиженный природный газ, то обратите внимание, что вы также имеете право на получение субсидий, компенсации от государства до 2000 евро за годовое потребление. Мы об этом говорили более детально в предыдущем видео, и чтобы сейчас на этом не останавливаться, мы оставим ссылку под видео, и при желании вы можете посмотреть этот выпуск. Далее позитивные новости для студентов Германии, а также учащихся в профтехучилищах. Наконец-то они смогут получить от государства финансовую поддержку в размере 200 евро. Эта единоразовая выплата была запланирована еще на начало года, потом говорили про февраль, ну а сейчас уже речь идет о том, что заявку на эти деньги можно будет подать с 15 марта. Но уже сейчас существует платформа, которая разработана специально для этой процедуры, и студенты могут на нее зайти и зарегистрироваться, то есть подтвердить свою личность, получить ID-аккаунт необходимый, и уже потом с 15 марта подать соответствующие заявления. Мы оставим ссылку на этот ресурс под видео, поэтому студенты уже сейчас могут зайти и зарегистрироваться. Главное условие для получения этих 200 евро – это учебное заведение должно находиться в Германии, а получатель, соответственно, студент или ученик профтехучилища постоянно жить в стране. Также тот, кто временно выехал в другую страну на учебный семестр в иностранном вузе или для прохождения практики, тоже сможет получить эту сумму. Эта выплата также положена и тем, кто получает образование параллельно с работой. Но при этом обратите внимание, что немцам, постоянно живущим за границей и учащимся в иностранных вузах, компенсационная выплата в размере 200 евро не положено. Еще одно требование для получения этой выплаты – необходимо быть студентом немецкого вуза или профтехучилища по состоянию на 1 декабря 2022 года. Ну а для тех, кто закончил обучение ранее, к сожалению, деньги не достанутся. Также важно подчеркнуть, что подобная выплата в размере 200 евро для студентов и учащихся в профтехучилищ не облагается налогами, никакими сборами и также не будет учитываться как доход. То есть она также не будет влиять на получение, например, стипендий БАФИК. Общая ситуация с коронавирусом в Германии очень стабильна. Сейчас об этом очень мало говорят и пишут, потому что есть более важные насущные темы. Но, тем не менее, еще некоторые коронавирусные ограничения в Германии действуют и их будут отменять в марте. Поэтому обратите внимание, что для медицинских учреждений, также учреждений по уходу за больными и пожилыми людьми будут отменять маски. То есть для жителей этих учреждений и работников. То есть им не нужно будет носить маски в обязательном порядке и тестироваться. Что касается посетителей, важно отметить, что для того, чтобы посетить дома престарелых или медицинские учреждения, им не нужно будет показывать негативный тест на коронавирус. Но при этом нужно в обязательном порядке использовать защитную маску. Эту новость мы уже озвучивали в одном из предыдущих видео. И зрителям было не совсем понятно, о чем идет речь. Что касается посетителей, а что относится к жителям и работникам этих учреждений. Поэтому я повторяю еще раз, что для посетителей не нужен будет негативный тест на коронавирус, но при этом они должны использовать защитную маску, когда они желают посетить дома престарелых или медицинские учреждения. А вот что касается жителей или работников этих учреждений, то для них не будет действовать ни маска, ни тестирование. С 31 марта компания Amazon поднимает цены на доставку и оно будет очень существенным, в среднем более чем на 6%. В основном подорожают больше всего маленькие посылки. По некоторым подсчетам доставка может составить здесь более чем 11 евро. Это будет не единственное подорожание. Они предполагают, что в мае снова повысит цены на доставку в среднем на 4,3%. Как говорит компания, это связано с ростом цен на бензин, а также высокой инфляцией. Как сообщают представители компаний, повышения цен на доставку будут варьироваться в зависимости от страны. Например, в Германии это повышение составит в среднем 1,5-2%, во Франции, например, 5%, а в Великобритании аж 15%, то есть очень существенно. Но Германии в этом смысле повезло, потому что повышение по сравнению с другими странами не такое существенное. Еще одно изменение в Амазоне произойдет с 1 марта, а именно увеличение размера сборов за хранение товара в среднем на 10%. То есть, например, для посылок среднего размера плата за хранение увеличится в среднем с 28 до 31 евро, а с 1 сентября до 42 евро. Без изменения в данном случае останутся цены на хранение опасных грузов и негабаритных посылок. Международный женский день 8 марта является официальным праздником в Берлине с 2019 года. Ну а в этом году он станет официальным праздником еще в одной федеральной земле, а именно в Мекленбурге-Передней Померании. Это решение было принято земельным парламентом еще в 2022 году, то есть они приняли соответствующую поправку к закону о праздничных днях. Фракции Христианско-демократического союза и свободных демократов раскритиковали подобное решение, и по их мнению это абсолютно сейчас неуместно и не оправдано с точки зрения финансовых затрат. Они считают, что такой праздник нужно было бы вводить, когда ситуация будет в более стабильном финансовом состоянии, потому что дополнительный выходной день выльется в дополнительные расходы в сумме 55 миллионов евро. По мнению правительства, дополнительный праздничный день абсолютно оправдан, несмотря на расходы, потому что в этой федеральной земле намного меньше праздничных дней, чем в остальных. Ну а ученые, в свою очередь, считают, что такой праздник улучшает равенство между мужчинами и женщинами, но при этом подчеркивает, что в Германии еще очень далеко до гендерного равенства, и ей предстоит длительный путь. Дискуссии последних лет про отмену перевода времени на летнее и зимнее время, к сожалению, ни к чему так и не привели, и в этом году мы будем в очередной раз переводить время. Это произойдет с 25 на 26 марта, с 2 на 3 часа ночи, то есть на 1 час вперед. Что же касается общественного мнения, то многие жители Германии выступают против перевода времени ежегодного и хотели бы, чтобы его наконец-то зафиксировали. Согласно официальной статистике, 85% жителей Германии высказались, что они полностью уже устали от этого ежегодного перевода времени. 75% имеют проблемы со сном из-за этого, а 12% сказали, что у них даже развивается депрессивное настроение и расстройство в связи с переводом времени. Ну а что вы думаете по этому вопросу, обязательно пишите в комментариях. Это были основные изменения, которые нас ожидают в Германии в марте. Ну а если будут какие-то дополнительные нововведения, то мы будем, как обычно, держать вас в курсе актуальных событий. Также не забывайте, что еще больше полезной и свежей информации всегда можно найти в наших соцсетях, а также у нас есть телеграм и второй чуб-канал. Все ссылки, как обычно, в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание. Будьте здоровы, весеннего вам настроения и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok